Да, левши у нас в ринге и прям не стараются форсировать события. Попытаюсь пешить. Шесть раунд. Неплох, кстати, между перчаток пробил сейчас мерзакамол. Да, такие легкие джебы выбросил. То же самое пытается сделать его соперник. Никто не вкладывается пока. Время идет. Ну, такая, даже не сказать, что активная разведка. Промеривает джебом дистанцию Луис Мигель Байона. Да, его Байонет отхожу. Хорошо сейчас уклонился к этому удару Байона. Луис Мигель Байона. Выпускал длинный по корпусу сейчас Байона. Две минуты. Первого раунда истекли. Ну, пора бы уже из-за дела браться против. Ну, пора бы перехватить Байона как раз с атакой. Ну, не удалось. Снова чуть-чуть не рассчитал дистанцию. Уклонился и бил, а она-то была. Видимо, после этого, после уклона еще шаг вперед сделал. И одновременно, скорее всего, с уклоном делать шаг вперед. Снова промахивается Байона. А сейчас долго уже будет через 10 секунд. Так мы ничего толком и не поняли после первого раунда. Продолжение следует... Посмотрим, что выбрал режиссер трансляции за того скудного на повторы первого раунда. После второго раунда. Надеемся на более интересную продажу. Второй раунд. Передней рукой работает Байона. Ну, пока все по защите. Вы слышите, зрители подмадривают боксеров, чтобы они поактивнее начали работать. Поактивнее, поагрессивнее. В корпус бросает удар Байона. Но, опять же, все это как-то останавливается до того, как пробивает дальше, до зацель. Ну, хоть что-то пытается Байона сделать, да? Я скажу, что результативно. Но попытки мы видим. Нематов пока и этого не делаем. Неплохо вот сейчас придумал Байона. Правый боковой, левый снизу. Но все равно, четким удар не вышел. Оба удара. То же самое, сейчас пытался сделать. Бросит такой длинный боковой его соперник. Поперчатки не удалось, это неплохо. Слева по корпусу. Вперед на голову. Отвечает. Постепенно разгорается. Огонек. Но в углах этого боя. На дистанцию скупает Байона. И ничем это не заканчивается. Сделал шаг и очень длинная пауза перед своей атакой. Да. И этот раунд под номером два тоже скоро закончится. Но пока без... Тишина в зале. Без фейерверка. Как на концерте в консерватории. Тактика в Эпсите это поддержка болельщиков. В 20 лет Бен-Сити делает ставку на фанатов спорта. Поэтому мы предлагаем лучший приветственный бонус и самые высокие коэффициенты. Боксеры готовы выйти на третий раунд. Третий раунд. На среднюю дистанцию встали боксеры. И вот началось разменное. Какое-то оживление. Сейчас затолкал Немаков просто соперник. Питается. Пробит серию. Ну, видится. Голову перелет. Перелет на корпус. И надо было потом снова поднимать. Он был остановлен. Ну, и вовремя остановился. Медель, конечно, не стал носить удар. Правильно. Соперник уже с ним был. Ну, прям, так было видно, что занес уже. Молодец. Молодец. Самоконтроль присутствует. Да, но мог нарваться на... Скорее, если бы он был по-серьезному удару, нокаутировал. Конечно. Хорошо. Сейчас наблились. Дистанция отвечает. Так же неплохо умеется. Вот-вот. На этой дистанции они могут работать, оказывается. Голи стояли в полутора метра двухогрога. Ничего опытного не выходило. Хорошо. Сейчас корпусом работает Байона. Где продолжение? Продолжение по защите. Выставлен был локт соперника. Туда пришла с перчаткой. Это неплохо. Да, хороший сейчас два. Там боковой был, да. Там даже два боковых было. Справа и слева. Ну, что дальше? Пытается, пытается найти вызовемые места. Кубинский боксер. Попытка пробить снизу. Не попал. А вот этот боковой был хороший. Продолжение. Молодец. Попытка. Атака. Заканчивается раунд. И надо отдать должное. Настойчивости. Двоем. Двоем. Четвертый раунд. Четвертый раунд. опять уже привычное начало боковой бросает майона пытался ввести перчатку соперника хороший джеб и снова ищет ищет правые точки на туловище соперника убедится правой рукой легкие удары на тендене пытается также опер-копин ответить пневматов защищается вайон и пытается сбредиться бросает удар и но еще опять легкие джебы которые особо не беспокоят соперника даже вот улыбается беспокоит но он идет вперед пневматов вообще ничего не делал сейчас на уходе получил право боковое в максимально комфортном и неторопливом темпе продолжать никаких серьезных задач перед физическими кондициями и моральным состоянием даже не стоит ну конечно так потихоньку по чуть-чуть все время выигрываясь вот его призывают тоже активности голос боёна давай крикнул вот и солидарный чтобы вам показал что-то повеселее но по корпусу но в локоть что вам понадобится и этот раунд заканчивается все да еще два раунда в этом поединке осталось нам посмотреть по-прежнему отжимает байона поставил соперника на канаты но кроме этих отталкиваний больше ничего и не происходит вот на ближней дистанции и даже вот можно попробовать пробить по печени потому что локти впереди были на самом боёна пытался а где боковой к слева выбросил он не попал вот сейчас неплохо было да прямо в руках на салфе на боковой удар хороший удар от Нематова жалко что их мало снизу пытается байона поднять тоже агрокотом голову соперника и подавить боковой пока снова в салфе на байон здесь он снова убирает головой корпус этот удар пропускает сейчас ну и сам при этом ответил также еще попадание по корпусу опять здесь апперкот апперкот в перчатке и который вам заканчивается потихоньку за 100 ударов на удар пытается отвечают боксеры все довольно близко и пятый раунд шестой раунд а вот сейчас да тоже достается боковой байона и через корпус салфе на байон легкий удар от Нематова сейчас оттолкнулся под дольше соперника байона пытается найти бреш нужно перчаток чтобы довести апперкот на цели а вот неплохо было сейчас от пола еще поднялся к нему соперника еще два раза пытался правильно снировать вот поднял ручки и тогда сразу левый боковой тренинг снировать на цепочку ну сейчас попробовали да пойти на обострение два боковых корпуса Мигеля а 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 это троечка по защите была снова мигель активно работает пылышем идет на соперника и что дальше Все неплохо, да, слегка, пошел. Как-то мне вращают на эти внимание. Минута. Результативно оказался этот кленчик. Меньше минуты до финального гонга. Ну что? Давайте, парни, танцовочку. Как удачи он. Неплохо снизу пытался сейчас править. Боёно тут проводил соперника. Там нога еще подножка не училась в какой-то степени. Мальчик походит на ближнюю дистанцию. И развернялись сейчас. Боёном уже точнее. Боёном забирает. Там будет. Стоп на взгляд. Хорошее левобоковое. Под конец. И все. Попробовал. И смотрят, что он подпишет беспорядок. И смотрят, что он подпишет беспорядок. Но. Больше не хватало аниматора. ИНТРИГУЮЩАЯ ИНТРИГУЮЩАЯ Основоположник Профессиональный мусор Челябинск Наше поздравление с этой победой